Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Путь» о православии в нашей жизни. Сегодня тема нашей программы «Экономика, финансы, деньги и христианское к ним отношение». Мы попросили разобраться в этом непростом для нас вопросе специалистов в этой области Сергея Николаевича Быкова, директора Департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска, члена Архангельского отделения Всемирного Русского Народного Собора и прихожанина Покровского храма города Новодвинска. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте! Скажем, если говорить о Священном Писании, то там есть четкий водораздел в этих вопросах. Священное Писание словами Спасителя нам говорит о том, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. В данном случае подразумевается, что Мамона — это деньги, это мир финансов, то, о чем мы говорим. Каким образом происходит это соединение в вашей жизни? Понятно для всех нас, для православных людей, ответил еще Серафим Саровский. То есть вот раньше различные были толкования, в чем смысл жизни, как подготовить себя к будущей жизни. А вот прочитав труды как раз и все то, что оставлено нам о Серафиме Саровском, его разговоры с Матавиловым, с его любимым учеником. То есть вот там многие вещи, они достаточно понятны и просто как раз описываются. Потому что вот Матавилов — это тоже был предприниматель, да? И служба Мамони, она предполагает, когда ты полностью отдаешься, ты пристрастен к деньгам, к вещам, тебя вообще не волнует все окружающее, в том числе люди, которые тебе помогают вот эти деньги зарабатывать. И это без разницы, ты предприниматель, чиновник, ты руководитель или ты подчиненный. То есть вот подчинение Мамоне, оно происходит в любой среде. Поэтому тут тот смысл жизни, который ты сам перед собой ставишь, он, собственно говоря, и может характеризовать твои дальнейшие поступки. Вот что лично для вас означают деньги? Деньги, ну это, собственно говоря, те средства, которые позволяют нам. Там вот есть интересное такое, знаете, как бы одно из препятствий, когда люди идут в храм, у них что является, что вот там кругом поборы, кругом деньги за свечки, деньги берут, за записки деньги берут, срока уст вообще дорогие, за каждое имя. То есть вот это, и тут, когда людям ты начинаешь объяснять, что, уважаемые, но в храме, который вот существует, мы приходим, там тепло, чисто, убрано, потому что не у всех получается, в принципе, помогать храму приходить туда и мыть полы безвозмездно. За коммунальные услуги мы должны тоже оплатить. И в храме должно быть тепло. К сожалению, это не во всех храмах после вот 70-летней разрухи происходит. Где-то и печи стоят, и дрова надо тоже купить. То есть вот деньги — это как раз те средства, которые позволяют нам, собственно говоря, жить, покупать продукты питания, одежду. Как Вы оцениваете вообще, может быть, духовное состояние современных христиан в этом вопросе? Насколько нам удается сохранять слова, исполнять слова Спасителя о том, что невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне? В каком мы сейчас находимся состоянии? Нет ли, скажем, все-таки отхождения от этого? Принципиально, наверное, ничего не изменилось в понятии того, как деньги зарабатываются, как они тратятся. То есть вот состояние экономики, да, меняется, технологии меняются. Основная задача бизнеса, она как была, так и осталась. И это нормальная задача, максимальное извлечение прибыли из того дела, которым ты занимаешься. Если этого не происходит, то, собственно говоря, и бизнес погибает. Но вот тот период 90-х годов, и все-таки чувствуется, что мы сейчас от малиновых пиджаков и таких вот массивных золотых цепей все-таки переходим уже действительно к какой-то цивилизации, он происходит, может быть, не так быстро, как нам хочется. Потому что я всегда для себя пример беру из людей богатых. И последние исследования, опять же, подтверждают, что там руководители корпорации Microsoft, создатели Twitter, Facebook. То есть смотришь, как вот эти люди, с учетом их материального благополучия, как они одеваются, какие дома они себе позволяют. Это говорит о том, что, да, действительно, нам в России еще есть смысл, есть к чему стремиться. Потому что вот это вот их самоограничение, оно похвально и служит примером, я думаю, в том числе для нашего российского, русского предпринимательства. То есть вот роскошь, она должна быть в меру и с пониманием того, что вокруг-то, собственно говоря, сама по себе вот наша страна на сегодня действительно находится в сложном финансо-экономическом положении. И, конечно, иногда как бы, видя, что даже из уст первых лиц, в том числе президента Владимира Владимировича Путина, звучит, что да, надо подсказать этому товарищу, чтобы он посмотрел вокруг. И уже таким расточительством, чтобы вот не возмущать и общество, и нас с вами. Да, вот вообще вспоминается тоже интересный пример Генри Фоларда, который свои деньги, свою прибыль тратил целенаправленно на то, чтобы выплачивать заработную плату. И повышать заработную плату своим работникам, совершенствовать производство. И, собственно говоря, там не было цели накопительства, да, то есть добавочной стоимости. И, в общем-то, вот это накопительство, оно довольно бессмысленно, ведь даже вот мы знаем из, опять же, священного писания, что все это уйдет, это куда уйдет. Либо для, либо вор. Очень важно в нашем стремительном таком времени уметь останавливаться для того, чтобы просто посмотреть, попытаться посмотреть на себя со стороны. Потому что, собственно говоря, вот вы назвали тоже Генри Форда, но он приезжал в Россию для того, чтобы учиться бизнесу. И российское вот тогда общество, то есть вот предпринимательское. И то, чем занималась Россия, для него тоже вызывало неподдельный интерес. И то, что он реализовал в Америке, подтверждение тому, что очень много полезного было и в то время, но и послереволюционное время, ведь оно тоже, собственно говоря, внесло свои положительные моменты в теорию экономической мысли. Потому что, когда мы говорим о плановости, это вот те элементы, которые уже после того, как мы у себя, опять же, все на раз, как в октябре 2017-го, снесли. А западный мир этим как раз пользуется достаточно активно. Да, вот об этой модели сейчас многие, и в том числе православный экономист Валентин Юрьевич Катасунов говорит, да, о сталинской модели экономики, о вторке, по-моему, она называется, как форма закрытая, которая вот в данное время, вот наша современная, она наиболее благоприятна, видимо, ну, в связи со санкциями, которые существуют, да. Вот как вы оцениваете вот эту модель, и чем она характеризуется таким полезным для нас? Ну, я думаю, что советское время, оно на самом деле принесло достаточно много хорошего, учитывая даже то, что несмотря уже с 91-го года сколько лет прошло, а мы до сих пор пользуемся потенциалом той экономики, той социальной сферы услуг, которая была создана в советское время. Поэтому, действительно, вот элементы стабильности, элементы минимального какого-то классового расслоения, да, достаточно вспомнить, действительно, то наследство, которое оставляли своим потомкам, я имею в виду, как личное имущество, там, Сталин, Китель, да, Хрущев, который на даче отдыхал уже пенсионный период, то есть вот социальное равенство и стабильность, это как одно из тех, наверное, одна из тех элементов системы, которые до сих пор с ностальгией вот вспоминают те, кто прошел пионерию, комсомол, вот наше поколение. Вот интересен Ваш взгляд на наше современное состояние, вот как Вы оцениваете, в каком мы сейчас находимся экономическом, политическом, ну вот периоде, да, своего развития? Какие у нас есть варианты на перспективу, скажем так, да? Знаете, эпоха очень интересная сама по себе, вот та, в которой мы находимся, потому что она позволяет самореализоваться человеку. На самом деле степень свободы на сегодня в России, она никогда и, наверное, мало где-то можно взять, вот европейские страны, либо какие-то вот западные, где мы ориентируемся, да, как, например, для подражания, то есть количество свободной земли в России на сегодня просто огромное. Мы сейчас находимся, как всем известно, в некой, скажем так, точке стабилизации. То есть, да, мы слышали и слышим каждый раз, что дно кризиса где-то проходит, потом мы его пробиваем, потом опять проходим. Самое главное, что мы сейчас уже как-то не то, что привыкли, а действительно сконцентрировали свои усилия внутри страны и понимание того, что на деньги, которые приходят в страну от реализации газа и нефти, их уже, собственно говоря, надо тратить на возвращение позиций, связанных как раз с тяжелым машиностроением, то есть производство тех самых машин, механизмов, которые позволят нам самим уже дальше двигать наше производство. Те самые преимущества, которые в России есть, то есть это наша территория, масштабы, наличие и ресурсы человеческие, и вообще самый главный ресурс – это земля, да, которая и пахотная земля, и богатая. У нас вся таблица Менделея у нас сосредоточена. Мы еще в мировой океан не заходили так, как следовало бы заходить. Сергей Николаевич, ну, к сожалению, мы не укладываемся в рамки нашей сегодняшней программы, и я предлагаю вам встретиться обязательно еще в следующей нашей программе, и я бы задала вам вместе с нашими телезрителями те вопросы, которые действительно у всех сейчас на слуху и волнуют очень многих касательно кредитных отношений, касательно займов, ростовщичества, банковской деятельности, касательно электронных денег, о которых все чаще говорит наше правительство и о переходе, на который что-то нацелено, касательно облигаций государственного займа, о котором тоже недавно было объявлено. Все это интересно, хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение. И вот если позвольте, мы на сегодня тогда таким анонсом завершим. И я вас поблагодарю тогда за то, что мы с вами сегодня начали наше общение. И, дорогие телезрители, мы вас благодарим за то, что вы были вместе с нами, и надеемся, что мы продолжим эту тему в одной из следующих ближайших наших программ. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok